Для создания линии соединения с оператором в АТС предусмотрен раздел, который называется СИП-транки. Линии связи, подключенные к провайдерам, перечисляются в списке. Здесь можно создавать линии СИП, шлюзы аналоговых и цифровых линий, узлы 30xSBC, мосты соединения основной системы 30x с 30x-системами в филиалах. В таблице в конфигурации по умолчанию уже будет присутствовать один транк, который будет называться WebMeetingBridge. Это служебная линия, которая служит для работы веб-конференции. Эту линию удалять не следует. Если нам необходимо создать линию, тогда мы должны нажать кнопку «Добавить СИП-транк». При создании линии необходимо выбрать страну, выбрать оператора, указанной в стране. «Задать основной номер транка». Это будет основной номер, на который будут поступать вызовы. Это тот номер, который с линии нам дал провайдер. Номер задается слитно, без символов, между цифрами. Далее, при выборе параметра, нам необходимо указать данные аутентификации, SIP User ID и пароль. Если провайдер SIP Net, тогда только два значения, логин и пароль, нам необходимо здесь указать. Остальные все данные предварительно настроены и проверены службой 30x. Если провайдера в списке нет, тогда необходимо найти и выбрать «Страна Generic». Если оператора также в списке нет, тогда необходимо выбрать SIP Connect UDP. Также необходимо указать основной номер транка. Ввести название транка. Выбрать режим аутентификации. Чаще всего это два режима. Не требовать регистрацию с авторизацией по IP-адресу. Используется реже. Либо требовать регистрацию с учетными данными. Здесь необходимо ввести SIP User ID и пароль регистрации на учетные записи SIP Provider. Ниже в направлении вызовов в настройках линии необходимо указать направление вызова в рабочие часы и в нерабочие часы. По умолчанию вновь создаваемая линия направляет все вызовы на служебный внутренний номер. Обычно здесь задается чаще всего номер голосового меню, либо номер внутреннего абонента. Таким образом все вызовы, которые будут поступать в данную линию, будут направляться в зависимости от времени на указанный номер. Нет необходимости создавать дополнительно входящий маршрут для обработки вызовов. Это наиболее простой способ без создания входящего правила. Для сохранения параметров необходимо нажать кнопку «Ок». Линия создана. При успешной регистрации линии цвет индикатора в начале строки горит зеленым цветом. При неуспешной регистрации, либо при отсутствии ответа, цвет индикатора красный. В поле «Запрос регистр ОК» при успешной регистрации будет отображаться дата и время ответа ошибки. Если сервер, на котором производится регистрация, не отвечает, поля запросов будут пустые. В настроенной СИП-линии также можно указать список ДИТ-номеров. Это те номера, которые к данной линии для нас присваивает провайдер. В разделе «Caller ID» можно указать номера исходящих вызовов от АТС, которые будут отображаться на телефоне вызываемого внешнего абонента. Этот номер «Caller ID» исходящего вызова указывается исходящим «Caller ID» по умолчанию. В настройках пользователей номеров было показано, что для внутренних номеров также можно указать «Caller ID». Здесь также можно настроить правила, которые будут приводить «Caller ID» к удобному виду при входящем вызове. Номера входящих вызовов будут отображаться на экранах IP-телефонов, уже учитывая приведение по указанным правилам. Например, те номера, которые приходят с восьмеркой, можно привести к формату с семеркой в начале или плюс семь. Либо если используются цифровые каналы, иногда бывает, что номера приходят в формате 810, необходимо перезванивать через СИП-линии. Тогда данный раздел поможет 810 изменить на 7 либо плюс 7 для вызовов по СИП-линиям. Во вкладках «Параметры», «Входящие вызовы», «Исходящие параметры» указываются специальные настройки, которые используются протоколом телефонии СИП для обработки входящих вызовов и для отправки исходящих вызовов. То есть это поля СИП-заголовков, которые показывают, какие значения передавать при совершении исходящего вызова через данную линию от АТС через провайдера. Данные разделы используются квалифицированными специалистами, которые знают, как необходимо правильно настроить совместимость линии с настройками сети провайдера для тонкой и более точной настройки линии. В параметрах также задаются режимы «Разрешать исходящие вызовы», «Разрешать входящие вызовы», «Запрещать видео вызовы», «Проксировать аудиопоток через АТС», «Использовать метод re-invite», «Использовать шифрование голосового потока», «Через какое время проводить повторную регистрацию», «Параметры протокола для линии», «Параметры транспорта», «Параметры использования версии». Для раздела линии мы рассмотрели список линий подключения к провайдеру.